Германия и пять стран-членов Совета Безопасности ООН, США, Франция, Великобритания, Россия и Китай заключили с Ираном совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, в 2015 году. Иранские власти согласились свернуть свою ядерную программу взамен на отмену международных санкций. В частности, по договору, урановые запасы Ирана сокращались на 98%. Договор лимитировал, правда, тоже временно и число центрифуг, необходимых для обогащения урана. Что же произойдет, если Соединенные Штаты действительно прекратят свое участие в соглашении? Одной из первых реакций на заявление Белого дома стало рекордное падение курса иранской валюты на мировых рынках и взлет цен на нефть-сырец. На торгах в четверг они превысили 77 долларов за баррель. Все это говорит о том, что инвесторы расценивают ситуацию с Ираном как крайне нестабильную. Я считаю, что Трамп принял рискованное решение. Это делает регион нестабильным, потому что он не будет знать, что делать, если Иран начнет обогащать уран до 20%. Режим Айатол, пойдя на ядерную сделку, не скрывал, что хотел бы избежать возобновления санкций, негативно влияющих на экономику страны. Санкции лишают Исламскую республику, в числе прочего, иностранных торговых партнеров и инвестиций. Теперь же с выходом США из договора возникают дополнительные юридические сложности. Так многие европейские фирмы могут попасть под американские санкции, если начнут торговать с Ираном. Это ставит компании и страны, ведущие бизнес с Ираном, перед выбором. И совсем не факт, что этот выбор их устраивает. Вопрос заключается в том, смогут ли европейские компании избежать санкций, выполняя только законы Евросоюза. Издание Huffington Post приводит тот факт, что европейские союзники США уже выразили намерение провести с Ираном переговоры, которые бы оставили СВПД в действии, но уже без американской стороны. К этому варианту, например, склоняется французский лидер Эммануэль Макрон. Однако здесь высоки шансы того, что Тегеран не захочет пойти на заключение новой сделки, опасаясь, что она тоже может быть расторгнута. Именно поэтому бывший министр энергетики США Эрнест Монис, который помогал президенту Обаме разработать СВПД, отстаивает достоинство соглашения, включая возможность проведения проверок атомных объектов Ирана. До этого соглашения режима проведения инспекции не существовало. Теперь же он у нас есть, причем в самой жесткой форме, чего никогда раньше не было. С таким мнением не согласен Брэд Деккер, бывший руководитель экспортно-импортного банка США. В интервью телеведущей «Голос Америки» Грети Ван Састерен на этой неделе, он выразил поддержку позиций администрации Трампа. В лучшем случае договор был попыткой отсрочить проблему, но из-за всех его недостатков, особенно в области мониторинга объектов, вместо получения гарантии приходилось верить им на слово, что они выполняют то, что обещали выполнить. Сохраняется и возможность того, пишет издание «Хаффингтон-Пост», что власти Ирана, окрыленные наметившимся расколом между США и странами Европы, объявят соглашение недействительным и вновь начнут ядерные разработки. Это ставит их на прямой путь к дипломатическому, а потенциально и военному конфликту с США и НАТО. А если в дело вмешаются, например, Россия и Израиль, возникший международный кризис может только усугубиться. Вадим Оленичев, Дана Преображенская, Настоящее время Америка, Вашингтон.